Свердлов, ну и как я уже сказал, поликционный норматив для попадания на Олимпийские игры 16.32 Вот сейчас долго объяснял Настя Кирпичникова, где ей показывать отчет, обратный отчет количества бассейнов На длинных дистанциях, 1500 метров вольным стилем, начиная с первого полтинника, идет отсчет, какое количество бассейнов осталось до финиша Это происходит на противоположной части бассейна Ну и как правило, судьи спрашивают, с какой стороны тебе показывать Удивительно, но Настя показала в одну сторону, а собственно она там не увидит Я вот смотрю, судьи ее так и не поняли, она долго объясняла, но судьи ее не поняли И вот до сих пор между собой перемахиваются, вот все, вроде бы разобрались Под руку встали Настя Кирпичникова, 29.91 на развороте, вторая пока Хайлова, Яна Курцева третья Ну вот между этим трио и будет разворачиваться основная борьба, причем с Кирпичниковой все понятно Понимательно, внимательно следим за рекордом страны 16.08.18, ну и раскладка соответственно Значит, кому интересно, 16 минут это по 1.4 16.08 это по 1.4.5 Вот можете считать на круг, кто сидел в математике, можете с калькуляторами 1.1 начали, ну вот соответственно по 1.5 можно плыть Ну и собственно говоря, там финиш последние 300 метров по 1.4 и завершение дистанции на 1.2 на 1.1 Гораздо более любопытно Курцева и Хайлова Во-первых, здесь может родиться вторая олимпийская лицензия Еще раз скажу, 16.32, но недалеко и квалификация на юниорское периодство 16.42 Поэтому Хайлова, пытаясь попасть в команду в Рим, может потихонечку, так ненароком влететь в олимпийскую сборную Что касается Курцевой, то ей, ну по большому счету, здесь нужно работать Я не слышал вариантов о том, что Яна Курцева будет пытаться отобраться на Олимпиаду в длинной воде Там, по-моему, и отбор уже почти подошел к концу И, собственно, я слышал, что Настя Кирпичникова будет пытаться плыть открытую воду Но здесь, конечно, шансы чуть-чуть побольше Но Яна может отобраться на Олимпиаду в личной полторашке А отобравшись в личной полторашке, это уже почти гарантированно Ну, под финал, там, глядишь, можно в основную восьмерку попасть Ну, а там уже и будем смотреть, как все получится Пока у нас Кирпичникова выигрывает очень много Напомню, что у Кирпичникова уже есть лицензия на Олимпиаду Она проплыла почти по рекорду, по старому рекорду страны на 400 метров вольном стиле Была второй, выполнила коллекционный норматив Она точно уже будет на Олимпиаде Вот теперь вопрос, на скольких дистанциях Напомню, что у нас еще есть 800 метровка Эта дистанция гораздо более долго разыгрывается в рамках Олимпийских игр Если полторашка, как я говорил, лишь второй раз будет разыгрывать Это 800, боюсь ошибиться, с 70-х годов Находится в программе Олимпийских игр Ну, вот, собственно, три дистанции у Кирпичниковой должны быть в активе на Олимпийских играх Мы очень этого ждем На развороте 3.09, опять же, если вы следите, то вот одна-одна была начата дистанция И дальше два раза по 4.5, то есть опять идет в район рекорда страны Давайте следить по 1.45, будет ли выпадать из этой раскладки или нет Что касается остальных девчонок, то я не вижу, чтобы Хайлова или Курцева Претендовали на коллекционный норматив, причем даже у Хайловой, мне кажется, не очень получается Пока юниорский норматив, потому что 16.42, по тому же принципу, это нужно, получается, по 1.7 идти По 1.7? Да, по 1.7 Каждую 100-метровку И при этом нужно, ну, старт, с учетом старта, с учетом финиша, по 1.7 В середку своих заплывов нужно укладывать Курцева приближается к отрезку 400 метров, это уже важный рубеж И здесь по ногам не должно быть хуже 4.13 Ну вот 4.13.9, мне уже это не нравится По-моему, это уже чуть-чуть послабее рекорда страны накануне установлено А вот 4.23.4.23 у Хайловой и Курцевой Ну, это уже, ну, теоретически, на юниорский, конечно, отбор это еще может быть похожим Но вот на отбор на Олимпиаду для Яны Курцевой это уже похоже вряд ли Потому что, ну, по сумме получается где-то на 16.50, на 16.45 с натяжкой Если у Хайловой там еще есть как-то финиш, если она сейчас будет работать на вторую половину То есть 400 метров катилась, дальше будет прибавлять Тогда, может быть, можно рассчитывать на попадание в квалификацию для юниоров 16.42 Что касается кирпичниковой, давайте еще раз смотреть Сейчас не должно быть хуже, чем 17.5, ну, уже 18.44 Все, мы выполнили, выпали из раскладки на рекорд страны Но в любом случае даже 16.15, а именно так где-то сейчас работает Настя Этого достаточно для того, чтобы попасть на Олимпийские игры Еще раз повторюсь, у девчонок 16.32 Это по 1.6 на круг, Настя плывет по 1.5, по 1.5, по 1.5 копеечками Но в любом случае, ну, слабее 16.20 у кирпичниковой, наверное, уже не получится Вообще, полторашка удивительная дистанция Каждый раз говорят о том, что она неинтересная, что она слишком длинная Что здесь мало что решается И вообще, стайры, что называется, зря кормим стайров Потому что их получается там человек 16 Кроме полторашки они ничего не плывут Они только между собой в один из дней отбираются на 1500 И, собственно, плывут в финал Некоторые из них, самые лучшие, умудряются плыть еще 400 метров Хотя не всегда они являются там доминирующим звеном Ну и, мол, что делать этой дистанции на 1500 И я, честно говоря, удивляюсь Международной Федерации, которая умудряется отстаивать интересы данного заплыва Напомню, что заплыв над 1500 метров вольным стилем разыгрывался всегда Даже самые первые Олимпийские игры 1896 года были разыграны на двух дистанциях С 100 метров вольным стилем И 1000, ну там было, правда, 1200 Но их, как бы, считают в один ряд с 1500 метров вольным стилем Ну вот, собственно, эта история длится уже почти 125 лет Ну и будем надеяться, что хватит здравого смысла удержать эту позицию Более того, расширили, вот дабы не кормить нахлебников Стайрам бросили кость в виде еще одной дистанции То есть у девчонок добавилось полторашка У парней добавилось 800 метров И вроде бы вот теперь с учетом 400 метровки Стайры становятся очень востребованы спортсмены Потому что заменить их невозможно А медали там разыгрываются Полноценные Олимпийские медали Поэтому все сразу стало по-другому Ну что, у нас 7.42 В исполнении Хайловой уже на рубеже 700 метров И, насколько я понимаю Тоже коррекционному нормативу Это имеет довольно Довольно Ну еще вроде бы попадаем Еще вроде бы попадаем Но уже так с натяжечкой Что касается кирпичниковой То отрезок 900 метров Нам сейчас покоряется Почти две трети дистанции Очень высокий темп Почти двухударный кроль С небольшими С небольшими вкраплениями Четырехударным Ну вот 8.30 у нас Сейчас на развороте 8.30 Подождите, это 800 метров было Не 900 Это было 800 метров И у нас получается Где-то В среднем По 1.4 По 1.4 Да? Так Сбился со счета 4.15 Ну да Где-то по 1.4 По 1.5 С учетом первой сотни Ну вот сейчас посмотрим Было 8.30 Сейчас будет 9.34 Да? Или нет? Да 9.34 Ну посмотрите По 1.4 пошла Первая 400 метровка Вкатывалась Я честно говоря Уже простился С результатом рекорда страны Но вновь возвращается интрига В 1.4 Настя Кирпичникова Начинает накручивать То есть отрабатывает На вторую половину Ну и соответственно Опять давайте вернемся К тому Чтобы следить За судьбой рекорда страны Итак 1000 метров 2.3 2.3 Дистанции И для того Чтобы увидеть рекорд страны Нам нужно здесь Видеть результат В районе 10.40 Правильно? Да Ну что? Если я правильно посчитал И у нас это И у нас это 1000 метров То мы сейчас Вправе рассчитывать На новый рекорд страны Может быть даже И с 16 минут Очень хорошо работает Вторую часть дистанции Даже среднюю часть дистанции Потому что сейчас Третья часть Началась Третья 0.2 И Ого Уже по 1.3 Пошла кирпичникова Слушайте Ну это действительно Из одной Из 16 минут Посмотрим Сможет или нет И это будет очень хорошо До рекорда Европы Конечно будет далековато Но выплатить 16 минут Девушки Это уже лихо Это уже круто Это уже интересно Что касается Хайлов Это здесь 2.10 48 Ну нет Многовато Многовато Слежу за кирпичниковой До финиша Если я правильно посчитал Остается 300 метров И нам нужно развернуться Для установления Для установления Нового рекорда Страны Всего лишь За 3.20 Ну это даже Очень слабенько Мы действительно Из 16 минут Можем выплатить У Насти По-моему Еще сильнее Взвинтился Темп Сколько же там Здоровья На 400 Под рекорд Страны Дважды рекорд Страны На 1500 И собственно И собственно 800 Еще у нас Там конечно рекорд Довольно серьезный На 1500 Тоже был серьезный рекорд По-моему Лени Соколову Он принадлежал Ну вот сейчас Уже Перечеркнули мы Эту строчку А день спустя У нас получается Еще быстрее Итак 200 метров До завершения дистанции Ох как кирпичнику Уже цвет лица Не отличается От цвета шапочки Конечно тяжело И мне кажется Если вот 100 метров назад Я говорил о том Что темп высокий То сейчас он прям падает В каком-то Знаете Сальниковском стиле Ну здесь действительно Из 15 Из 16 минут Плывем Потому что 13.52 На развороте Это Из 15 минут Нужно за 2.8 Проплыть Ну если она По 1.4 По 1.3 Плывет Последние Метров 800 Думаю Что справится Хотя еще раз повторюсь Темп немножечко падает Ну я думаю Выдержит Выдержит 3 бассейна Осталось 150 метров Чуть больше Вот теперь 150 метров Немножечко Не на 14 23 Ну нет Нет Должна из 16 Выйти И у нас Остается Последняя Сотня Сейчас Услышим Колоколец Колокольчиками у нас Определяют Последний круг Последние 100 метров Ну и вот она Последняя Сотня 14 Сейчас уже посложнее И Ну так Можем Из 16 Минут Не выплыть Но может быть 16 С копеечками Не вижу Финиша Поэтому Может быть Там 16 Но очень Хочется Видеть Результаты 16 Минут 54 55 56 57 58 59 59 58 98 Красивые Цифры Новый Рекорд Страны Вчера Был побит Рекорд Страны Рекорд